Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Как вести себя с дочерью 11 лет? Это просто невыносимо. Мало того, что скатилось до двоек, учиться не хочет вообще. Каждый день получает по нескольким предметам двоек и переговаривает с учителями, с учителями. Поведение оставляет желать лучшего. Каждый день на нее жало было учителей. То не пишет на уроках, то хлеб пинает, то огрызается, то не готова к урокам в принципе. Дома ничего не делает, не помогает. Урок она не заставляет делать, иначе она даже портфель не собирает на следующий день. Постоянно нужно контролировать ее во всем. Уроки сделала, ключи положила, форму спортивную взяла, сменку взяла. Утром не добудится, деле устает. Телефон на ночь отдает. Он не причина ее тяжелого пробуждения. А что самое страшное, это то, что она абсолютно бесчувственна. Ей все равно, когда я могу заплакать, она никогда не извинится. Или извиняется, когда она наказана, и ей нужно проситься гулять. Я абсолютно все равно на то, что чувствуют другие люди. Везде и во всем виноваты все, кроме нее. Говорю, если ты так плохо живешь, а ты не слушаешь, и не помогаешь, и не учишься, живи с папой, ты имеешь на это право. Она говорит нет, или говорит отдайте меня в детдом. И все, она этой фразой обрубается на горню, какой детдом ее мать его. При этом вообще не меняется в лучшую сторону вообще. Я не знаю, как уже быть. В вопросах детей самое важное, пожалуй, это отделить свою проблему от проблем ребёнка. То есть, где ваша проблематика, в чём она заключается? Где проблематика ребёнка? И в чём она заключается? Какую проблематику вы хотите решать? Свою, это один момент. Или ребёнка, это другой момент. Ну, как минимум, как минимум, наверное, с ребёнком нужно быть в кооперативе. То есть, как минимум, нужно кооперироваться на мой по крайней мере взгляд. с ребёнком с ребёнком, с ребёнком, чего-то достичь. Если мы решаем проблему ребёнка, то есть ребёнку нужно понимать, для чего, для чего, зачем, и что она получит. Если мы решаем вашу проблему, то есть, если проблема ваша, то это другой момент. То это другой момент. Опять же, здесь нужно понять, определить и увидеть, какую вашу проблему. Тогда мы решаем, что это за проблема, которую мы решаем. вот. Понимаете, да? Потому что сейчас, пока, я бы сказал, что неясно, чью проблему мы решаем. то есть, то есть, ну, да, вы описываете ситуацию. Безусловно, ситуация неприятна. Безусловно, все складывается не очень хорошо. Это правда. Но где здесь ваша проблема, а где проблема ребёнку? это нужно определить. Необходимо одно отделить от другого. Вот. И дальше уже работать в направлении решения проблем. В первую очередь, нужно сказать, что вы ничего не решите. Никакую проблему вы не решите. Ни свою проблему, ни проблему ребёнка вы не сможете решить. А если будете пребывать вот в таком состоянии, в котором вы находитесь сейчас. ничего не получится. Поэтому для начала вам нужно привести свои собственные эмоции, свои собственные чувства, себя саму психологически в порядок, в равновесие. чтобы вас не выбивало. Вот. То есть, понять, например, из-за чего вы плачете, да, вот, ну, то, что вот, то, что вот у вас слёзы, да, из-за чего вы плачете, вот, как и у вас сейчас есть собственные трудности, потому что складывается такое ощущение, складывается такое впечатление, что ребёнок сейчас для вас чуть ли не на первом месте. Вот. Складывается такое впечатление, складывается такое ощущение, что ребёнок стал за вас центром вселенной, что вы думаете только о нём и живёте только им, что вашей собственной жизни как будто бы нет. Вот. Если это так, то ничего хорошего это вам не несёт, это первое, второе, ребёнок это чувствует, и, соответственно, он как-то этим может вполне пользоваться. причём довольно, ну, легко-нелегко, да, но пользоваться этим он будет. Потому что, ну а почему бы и нет, если вы сами даёте такие рычаги, такие рычаги воздействия на себя. Вот. Это первое. Второе. Проводите ли вы с ребёнком время, так скажем, ну, вне, так скажем. всего того, что вы описываете. То есть, проводите ли вы время с ребёнком, просто, ну, досуг. Досуг. Если есть ли у вас с ребёнком досуг. Вот. Если есть, да, то какой, если есть, то как вы проводите его, вот. Общаетесь ли вы с девочкой вот, просто так. Или нет. Вот. Это очень важный момент. Потому что, если ваше общение, да, если ваше общение, если ваше взаимодействие происходит вот только, так скажем, в контексте ну, воспитание. То есть, если это вот такой, только воспитательный, как бы, процесс, то, на мой взгляд, ничего хорошего. Об этом выживать нельзя. Вот. Дальше. следует отделить ваши, условно говоря, собственные чувства, да, вот, собственные чувства. например, злость, если вы ее чувствуете, стыд, обиду, разочарование. Вот. То есть, ваши собственные ощущения от того, что вы хотите и чувствуете по отношению к ребенку. Вот. По сути, сейчас, по сути, сейчас вам нужно определиться примерно со следующим на мой взгляд. Вы говорите прямым текстом ребенку, о том, что если он, ну, в данном случае она, не делает всего того, что вы перечислили, то ей с вами не место. Вот это то, что вы демонстрировать. Ну, честно говоря, честно, какая-то, получается, любовь условная, что не находите вы это. не считаете ли вы, что чтобы быть с вами, ребенок должен делать ряд вещей. Чтобы быть с вами, ребенок должен действовать определенным образом. Чтобы быть с вами, ребенок должен выполнить ряд условий. Это вот такую модель примерно воспитания вы транслируете. такая модель воспитания соответствует вашим, ну, вашим, не знаю, ценностям, вашим приоритетам. вот. Это то, чего вы хотите? Дальше. Риберик, конечно, производит впечатление явно человека очень прибожного, очень такого вот боящего, нервного. и мне хочется спросить вас, а вы, вот, вы сами насколько устроены психологически? Вам самой насколько хорошо? Чувствуете ли вы себя сами счастливой? чувствуете ли вы себя сами удовлетворенной? Чувствуете ли вы, что вам комфортно, что вам хорошо, что вам, что вы удовлетворены? Вот вы говорите, судя по всему, что вы расстались с отцом. Ну, с отцом девочки. Вот. нашли ли вы другого мужчину, живете ли вы своей жизнью, и так далее. Почему я об этом спрашиваю? потому что есть ощущение, что ребенок как будто, как будто бы понимает, что вот если она будет делать все так, как вы хотите, с ней, то никакого внимания к ней не будет, вы ее просто не будете замечать. Дело в том, что ребенок ничего не делает без выгоды. Ребенок ничего не делает, если он из этого что-то не получает. Дети не взрослые, просто так они что-то делать не будут. Поэтому, если ваш ребенок что-то систематически делает, это значит, что для нее в этом есть какая-то выгода. Значит, ей выгодно так поступать. И вы эту выгоду не знаете. вы не знаете почему и для чего ваш ребенок так действует. Вы не знаете с чем это связано. А вот узнать было бы очень, очень хорошо. понятно, что делает она это ради какой-то вашей реакции. И судя по всему эту самую какую-то реакцию вашу она благотолучно получалась. нужно понять и увидеть что это за реакция. Нужно понять и увидеть чего она хочет. И нужно понять и увидеть как можно ей это дать, но другими другими способами, другими средствами, скажем так. Потому что сейчас такое ощущение как будто бы способ только один. И этот способ вот он вот такой вот как как вы описываете по сути. То есть довольно таки деструктивно. вот понимаете, понимаете, да? Мне показалось, мне показалось, мне показалось, что очень много конечно внимания вы уделяете ребенку. вы ее как будто бы тянете куда-то тянете, тащите, 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 тащите. Вот. Все вы знаете как лучше, как правильнее сделать. Вот. Ну, может быть, может быть, оно и так. То есть, может быть, вы и знаете. Только вот ребенку, ребенку должен научиться жить сам. Сейчас ей 14, сейчас ей 14, она подросток. естественно, у нее идет бунт. У нее идет сопротивление всему, что говорит взрослый. Это нормально. Вот. Я бы сказал, я бы сказал, что что будет, если она, например, будет приносить двойку. Можете ли вы себе сам объяснить почему двойке это плохо? Ну, только без каких-то вот норалей, да, без каких-то вот, ну, без инноваций. Вот. А просто объяснить, почему двойка это плохо? Ну, вот. Что будет, если она не будет ходить в школу? Что будет, если вы не будете ее контролировать? Вот. Ребенок вообще сам сталкивается с последствиями своих действий, потому что вполне вероятно, что ей просто некогда сталкиваться с последствиями своих действий, ведь у нее есть кажется, она все с лучшей жизнью вы, которая всегда рядом, которая всегда подскажет как нужно, которая всегда покажет как надо, вот. А что это сделать ребенку? Какая его функция? какая? Вот. Это, конечно, вопрос. И вопрос это очень, очень важный. я думаю, что вы не доверяете своему ребенку с одной стороны, а с другой стороны вы пытаетесь за ее счет решать свои проблемы. с другой но это, к сожалению, ни к чему хорошему не приводит. Почти что никогда. Вот. и отсюда и отсюда именно отсюда у вас такие трудности. На мой взгляд по крайней мере. У вас накопилось много злости, много боли, и вот вы плачете. Я думаю, что не все из этого связано с ребенком. Вот. И я думаю, что в первую очередь вам нужно прожить и выразить все ваши чувства, которые у вас есть. Вообще разобраться в них. разобраться в своих эмоциях в своих переживаниях что ли. Вот. Просто разобраться в этом. Просто разобраться в этом. Вот. Где 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 что где что для чего откуда вот с этого начать. Понимаете? А вы не разобрались в себе хотите уже как-то с ребенком взаимодействовать. Дело в том, что ребенок обращает внимание особенно в том, что касается родителей и ребенок обращает внимание на невербальную часть коммуникации больше чем на вербальную. И ребенок прислушивается не к тому, что вы ей говорите вербально, а конечно же к тому, что вы ей говорите невербально. Вот то что вы говорите невербально скорее всего скорее всего сами не осознаете. Вы не отдаёте точнее себе в этом отчёт. что вы делаете сейчас сейчас вы просто жалуетесь на нее. Сейчас вы просто пожаловались на ребенка и в общем и целом всё. То есть она стопроцентно плохая получается для вас. ну как много эмоций вы в это вкладываете как много эмоций вас говорит я полагаю что это серьезно. Если это серьезно а ребенок не чувствует что обращают внимание только на ее а какие-то негативные а значит ну стороны проявления вот наверное она и будет ставить и так чтобы оправдывать ожидания как вам как как вам кажется наверное так она сюда везти и будет ну собственно говоря она сюда так и ведет так а вы к ней какие чувства вот испытываете так скажем на сегодняшний день какого рода эти чувства у меня есть такое ощущение у меня есть такое впечатление что вот она целиком и полностью не оправдала ваши ожидания и вы ее вообще не любите я рад был бы ошибаться если я не прав это здорово и наверное я не прав но знает ли об этом она знает ли она о том что вы любите ее если она говорит отдайте меня в детский дом то есть она не чувствует что вам нужна ээээ как то еще кроме того чтобы соответствовать и удовлетворять тем требованиям которые вы к ней предъявляете я понимаю я понимаю что возможно возможно у вас есть к ней но как часто вы даете ей это почувствовать это почувствовать как часто вы говорите о том что любите не смотря ни на что не смотря на все трудности все проблемы и так далее а может быть не говорите может быть вы забыли об этом не сказать потому что вы перестали в этой всей свете попытки контролировать и дотянуть ребенка а может быть даже компенсировать с ее помощью что-то ваше вы может быть забыли про себя может быть вы забыли про свои собственные чувства может быть вы забыли про свое про свое собственное здоровье психологическое но может ли такого быть вот вы ждете от ребенка сочувствием вы хотите чтобы она вам сочувствовала вы хотите чтобы она вам сопереживала но ребенок реагирует на ваши слезы не так как вы хотите вот и слезы ну ваши слезы для ребенка имеет особое значение очень важно плакать так чтобы ребенок понимал что даже если плачет из-за нее то это не обвинение ее в чем-либо то вас совершенно точно идут обвинения а обвинения практически всегда вызывают только ответную реакцию а а именно а а а а а а Ну и какое-то вот сопротивление что-ли, я бы так это сказал. Вот какие-то такие мысли у меня на этот счёт. Я надеюсь, что вам это было интересно. Надеюсь, что вам это было как минимум полезно. Надеюсь, что для тебя вы какие-то выводы сделаете. Надеюсь, что какую-то пищу для размышлений я вам дал. Я буду очень благодарен вам за обратную связь. По моему ответу это позволит вам начать над собой работу. Позволит вам стимулировать базовые сплаты для психотерапии. Удальше вам всего самого доброго. Обращайтесь.